Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы хотим провести беседу-диалог о первом геологе, чьей имя связано с историей Караганды и Карагандинским областью Басилия. Сегодня к нашему диалогу соединилась Альбуль Саулетовна Умарова, научной сотрудник областного музея изобразительного искусства. Здравствуйте! Альбуль Саулетовна, скажите, пожалуйста, о своем проекте, о исследованиях о графееве и как вы все это проводили, как у вас проходила работа, о самой картине, о которой вы говорите в этом проекте, и о художнике, который написал эту картину. Пожалуйста! Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы занимаетесь этим делом духовным, по родителям, духовным составляющим нашего общества, библиотеки. Это та скрижаль, где содержатся все духовные знания человечества. Я хочу выразить вам огромное благодарное за это. И в неком смысле наша самая работа, работа библиотечного работника и музейного, она будет расположена, потому что мы и мы являемся хранителями культурного наследия нашего народа и наших будущих поколений. Я, конечно же, с вами расскажу о нашем проекте, о фильме, который я сделала об Александре Александровичу Гордееве. Фильм прошел в состав проекта «Говорящий картин» рубрики «Караданда и города и дети». Именно фильм об Александре Александровичу Гордееву стал первым в этой рубрике. И он открыл цикл фильмов, которые прошли в течение года, выпустилось уже восемь фильмов, то есть чуть ли не на русском, чуть ли не на казахском, о людях, которые нанесли огромный вклад в развитие нашего края. И в честь них названы «Крадицы нашего города». Поэтому вот так и называются «Караданда» и «Карадандеевцы». И мы все знаем, что на Востоке есть улица имени Александра Александровича Гордееву. Она достаточно большая, современная и находится в центре юго-восточного района. И, конечно, мы практически знаем все страны. Поэтому имя этого человека, в честь которого названа эта улица, я думаю, должны все мы знать. Если бы не этот человек Гордеев, то, может, и не было «Караданде» как областного города, не было и «Карадандецкого угольного бассейна», очень широко известного по всему миру, как «Богатого исторождения» в данном же муглях. Потому что именно этот человек впервые широко исследовал угольные запасы нашего региона и дал ему дорогу от известной биологии и указал по какому повредивших месторождению. Благодаря Александру Гордееву, значит, это до еще войны, Караганда стала в третий уголь по угольным запасам месторождения. А потом уже, когда началась Великотичная война и сороковые годы, Караганда вышла на другой предел и стала вторым угольным значением и месторождением всего Советского Союза. И, конечно, благодаря этому город стал развиваться как индустриальный центр, как научный центр, в том числе и как культурный центр. И идея присвоения Караганде города его злого значения это одна из идей тоже Александра Александровича Гордеева, потому что он радовал за свои детища и он хотел именно за счет запаса губля поднять этот город, что, в принципе, ему удалось. А удалось ему, это тоже не просто так, потому что это человек, который был, знаете, не просто ученым, не просто биолог, потому что людей не талантливых много в любой сфере, а это человек, который был буквально отверженствами людей, он физически выделялся среди людей, он был очень большого ростом, там два метра, и физически сильный такой человек, телосложение огромного, голос у него такой громогласный. Вот Алалыкины, которые здесь открыли первую больницу в Караганде, потом вспоминали, говорили, что когда Гатеев приходил в больницу и привозил тропированный рабочих, то вот эта больница, красная больница, тюрпичное здание, казалось, что у нас отрясаются и полный трясутся, потому что у него огромные сапоги, и вот такой физически развитый человек большой шел, буквально вот все тряслось по нему, он промахался голосом, и, конечно, люди смотрели на него, как на гиганта, и вот все эти его данные, они дали ему возможность повлиять на руководящие органы и партии, и правительство, чтобы здесь началась разработка угольных месторождений после его исследования, и началось строительство города и назначение его областного центра, потому что эти залежи, они показали огромный размер из залежи угля, и, соответственно, их разработка должна была носить не только местные значения, то есть для, например, как Спасского завода, врача они разрабатывали, пофидели и только для Спасского, то есть не только для местного значения, а для всего Советского Союза и мы еще открыли себе месторождение подсующего угля, а вот мы знаем, что подсующий угля есть высокого качества угля, и который как раз-таки необходим для тяжелой промышленности. И здесь я бы еще хотела добавить, что вот этот момент и открытие для залежи угля большого месторождения в самом городе и его исследования Габеева, это все совпало с той линией, которую был взят в партии курса на индустриализацию, то есть вот эти конец 20-30-й годы это курс сравненный на индустриализацию и развитие тяжелой промышленности, и, соответственно, его исследования, они как раз пришли ко времени, они были необходимы со мной и тому курс, который был взят в эту реализацию. И именно эти явления, которые совпали с этой ситуацией, они как раз-таки и делали то, что сейчас мы с вами видим, то есть разработку угля и превращение этой местности в областный и центральный город. Я вижу у вас на выходе, какие-то замечательные книги, представленные для зрителей. Я хочу сказать, что мы с теми книгами не пользуемся своего исследования. Вот, например, вы держите «Лукансовый книг» «Карагадарь, Петендарь, Барабадзе, Зазарада». Та книга, в которой мы тоже обращались, когда создавали наш фильм, то есть в своих исследованиях об Александре Александровича, мы тоже обращались к некоторым представлениям здесь в книгах, потому что мир широко расстанет с остановлением нашего края и он, безусловно, связан с угольными месторождениями. И я хочу заметить, что ваша работа, она, наверное, очень грандиозна, может быть, незаметна для многих, для жителей, но даже составить выставку тематическую, пусть небольшую, как здесь у вас, это требует большого труда, потому что я вижу, что вы тоже занимаетесь каким-то исследователем, выставили издательные, обновили его портреты, фотографии, связанные с нашим краем, 30-50-ми, я вижу, вот эта фотография как раз связана с его судьбой, потому что он первый на машине перестег нашу зараженную искусству степи, как раз вот этот момент здесь представлен, и зрители, и читатели могут увидеть не только в этих книгах, но даже вы делаете обобщение, представляете историю нашего царя, таких выдастся, что я хочу вам в этом большое призвать, и вы обречаете наш труд, наш труд тоже в музейных работах, когда мы хотим рассказать о наших посетителе, и дать им еще больше информации о тех временных книгах, которые представлены в творчестве наших художников, как Александр, и мы рассказываем, конечно, не только о художниках, жанрах, стилях в искусстве подобразительном, но еще и, конечно, говорим о судьбах тех людей, которые представлены на тех временных картинах, и, конечно, здесь большой исследовательский труд, который облегчает нам ваши зрители. Что вам большое спасибо. Мы для этой выставки взяли в областном краеведческом музее экспонаты представлены здесь молодые. Вот этот молодой вот как сказали, что держал сам людей. Я знаю эту историю, вот сам выдержите, пожалуйста. Вообще, когда приходишь в какой-то музей, то музей экспонат никак не трогать нельзя. в первую очередь. Но есть экспонаты, которые держишь в сторону в руках. В Гронический музей, когда ты пешь, конечно же, все на витрине не дотронешься. Но вот здесь пользуясь случаем, я хочу подробовать в руках музейный экспонат. Ну, конечно же, ничего от этого не случится, так как здесь такие металлы, дерева. но на самом деле это молоток издавал Александр Чакопея, потому что он здесь пробовал немало людей, но он часто приезжал, когда надо было ему гост, потому что он один из основателей, это его птище, на родственнике угольный бассейн. Но началось его исследование с этого молока, потому что у него к тому времени, когда он сюда приехал, уже был большой опыт. Он проехал шоу, можно сказать, как геологи идут, исследуют, он с их огромных геологических, как он сам говорил, ногах прошел уже десятки тысяч километров. И его уже интересовал в Казахстан. И вот начиная где-то с 29-го года, он уже вплотную стал заниматься Казахстаном, его первые победки, здесь были уже вначале перца кольбаду. И в степи, когда висели на конкретно караганин кольбаду, от Шаховского района до Абая он прошел пешком и проводил исследование, то есть путешествование уют, как писалось, что путешествует известняк. И вот он прошел по всему залежу известняка, как же он ушел и стучал вот этим молоточком. он понял, что территория, длина будет очень большая, до 60 километров, если не больше. И соответственно он сам был в шоке того, что даже побоялся подумать, что это огромный массивный дальний угля. Вот так он ему сказал. и он бы не путей наш коробеды не с ним там не хорошо. Поэтому и будет ускодимо. Сначала две темы и потом второй. И вот на самом деле вот этот молоточком. И он кстати наш оператор спросил, почему он коробки. Потому что он держал в руке и стучал по этому известняку. То есть для него нужна большая ручка это геологический молоко. Уважаемые читатели, спасибо вам за внимание. Приходите к нам в библиотеку, знакомьтесь с выставкой, посвященной Александру Александру Чегапееву. На нашей книжной выставке представлены уникальные книги и печатные документы об истории развития карагандинской окольной промышленности, о первом геологе Гапееве Александре Александровиче. Авторами этих книг являются Попов Юрий Григорьевич, Карагандаев округ нее, Абрам Хавин, Караганда третьей угольной базы СССР, Амиров Хусеймбек утро Караганды, Даубаев Набий Нугманович, Карагандинский угольный бассейн. Книги состоят из содержательных и интересных материалов первых исследований Гапеева, начала освоения, развития и становления карагандинского каменно-угольного бассейна его первых шахтеров. Грая, Устан бассейна, мауна, застой,